Моё почтение друзья, как это часто бывает, новый флагман Samsung Galaxy S10 будет иметь две версии. Одна на Snapdragon 855 для США и вторая на Exynos 9820 для Европы. И судя по показаниям синтетических тестов Antutu, версия на Snapdragon показывает лучшие результаты, причём по всем показателям. И набирает 343 попугая, тогда как версия на Exynos 9820 немного отстаёт, набрав 325 попугаев. Qualcomm удалось создать действительно очень интересный процессор, который может похвастаться 7-нанометровым техпроцессом и графическим процессором Andreno 640. Ядер будет 8. Одно Cortex-A76 на 2,84 ГГц, три Cortex-A76 на 2,42 ГГц и четыре A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Чип от Samsung оказался 8-ядерным и 8-нанометровым. Он вполне справится с записью 8К видео 30 кадров в секунду и будет поддерживать дисплей с разрешением вплоть до 4096 на 2160 пикселей. В роли графики выступит Mali-G76 MP12. Таким образом, будут различия в производительности в пользу Snapdragon 855. Как бы то ни было, но я думаю, что жителям Европы расстраиваться по этому поводу нет никаких причин, потому что при повседневном использовании разница будет абсолютно незаметна. И Snapdragon 855, и Exynos 9820 с лёгкостью справятся со всеми задачами, которые только можно себе представить. К тому же новая оболочка от Samsung One UI очень лёгкая и даже на более слабых чипах будет просто летать. Так что различие двух вариантов процессоров Galaxy S10 это не повод для беспокойств. С выходом каждого нового флагмана Samsung появляются такие споры, что лучше, что хуже, Exynos или Snapdragon. Но в итоге использование процессора Snapdragon во флагманах Samsung для американского рынка заключается только в том, что он лучше приспособлен для работы с американскими сотовыми сетями, в частности CDMA. И дело только в этом. Как уже известно, помимо обычного Galaxy S10 на рынок выйдут варианты Galaxy S10 Plus и Galaxy S10 Lite. Если версии с плюсом уже были в предыдущих моделях линейки, то Lite это что-то новое. По всей видимости это корейский ответ iPhone XR. Существенным отличием младшей модели является плоский экран. И действительно многие пользователи были недовольны загнутым дисплеем флагманов. Кому-то плёнку было тяжело наклеить, у кого-то были случайные касания. Поэтому, на мой взгляд, такой вариант весьма ожидаем. Диагональ экрана Galaxy S10 Lite составляет 5,8 дюймов, тогда как Galaxy S10 и S10 Plus имеют экраны 6,1 и 6,4 дюйма соответственно. Также Lite версия будет иметь две камеры на тыльной стороне и одну селфи. Дактилоскопический датчик будет расположен в боковой панели, как у Galaxy A7 версии 2018 года. Встроенный сканер в экран будет только у старших моделей. Касаемо других элементов отмечу микрофон на верхнем торце, в нижней части расположены аудио разъём, USB Type-C и динамик. Стоимость Lite версии будет ниже и она будет конкурировать с iPhone XR. На этом всё. Пишите, что думаете о Galaxy S10, о разнице процессоров Snapdragon и Exynos, а также о Galaxy S10 Lite. Нужна ли по-вашему эта модель? Будьте счастливы, друзья. Не забывайте, всё самое интересное ещё впереди. Всего доброго. До новых встреч.